МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В России зафиксирован максимум умерших от ковида за сутки. Число случаев ковид-19 выросло на 25 142 человека. Умерло 663 человека. По мнению медиков, избежать роста заболеваемости коронавирусом, который наблюдается в Российской Федерации, можно было бы, если люди раньше стали массово вакцинироваться. Сегодня повторно вакцинироваться от коронавируса в Москве теперь можно в гостином дворе. Общее число пунктов ревакцинации в столице увеличилось до 21. Жители, которые планируют сделать повторную прививку в гостином дворе, должны иметь с собой сертификат о первичной вакцинации. На данный момент повторную вакцинацию рекомендуется проходить через 6 месяцев после инъекции первым компонентом. Жители могут выбрать любую вакцину из доступных в 21 пункте повторной вакцинации. Израиль зарегистрировал рекордно высокое число случаев заражения коронавирусом COVID-19. За последние сутки 307 человек — это наивысший показатель с апреля. Таким образом, общее число заболевших в данный момент приближается к 1990 случаев. Среди них 29 человек болеют тяжело, 17 из них подключены к аппаратам ИВЛ. При этом Израиль является одной из стран мира, где вакцинация населения идет наиболее быстрыми темпами. Ситуация складывается непросто из-за распространения новой мутации коронавируса, который появился в Индии. Этот штамп получил название «Дельта». Согласно ковидной статистике, Минздрава за последний месяц применяемая для вакцинации населения в Израиле вакцина «Файзер» показывает пониженную эффективность при защите от заражения коронавирусом по типу «Дельта». Специалисты рекомендуют максимально сосредоточить усилия на вакцинации и ревакцинации людей из группы риска, уделяя особое внимание лечебным учреждениям и домам престарелых. Теперь, по мнению эпидемиологов, следует немедленно восстановить действия ряда пунктов, предусмотренных протоколом светофоры, в первую очередь, вновь ввести масочный режим в местах массового скопления людей. Если этого не сделать сейчас, то, по утверждению экспертов, уже через две недели в Израиле будет наблюдаться новая мощная вспышка ковида с четырехзначным числом тяжелобольных. Закон о гражданстве, который препятствует воссоединению палестинских арабских семей в Израиле, провален при голосовании на пленуме Кнессета сегодня рано утром. 59 депутатов проголосовали за закон, 59 проголосовали против, а двое воздержались. Поскольку закон не получил большинства, решение отрицательное. Фактически, такой результат означает вот ум недоверие. Однако, поскольку оппозиция не может предоставить большинство из 61 депутата, нынешнее правительство продолжает функционировать. Министр внутренних дел Айелет Шаакет заявил из трибуны Кнессета, что достигло взаимопонимания со своими коллегами по коалиции за счет готовности предоставить 1600 палестинцам израильское гражданство. По словам Шаакет, в Израиле 9000 человек с визой на жительство и 3500 человек получили вид на жительство. В течение минувшего дня Шаакет вела интенсивные переговоры с представителем Раам Мансуром Аббасом, который обеспечит принятие закона о гражданстве на пленуме Кнессета. На аллее президента в Иерусалиме появился бюст Реввена Ривлина. Скульптуру установили за два дня до вступления в должность нового президента Исхака Герцога. Реввен Ривлин был избран президентом Израиля 10 июня 2014 года. Он родился в 1939 году в Иерусалиме. Окончил юридический факультет Еврейского университета в Иерусалиме и работал адвокатом. В 1988 году был впервые избран в Кнессет от партии Ликут. После выборов 1992 года Ривлин лишился депутатского мандата, однако в 1996 году вернулся в Кнессет. В 2003 году был избран спикером Кнессета. В 2007 выдвинул свою кандидатуру на пост президента Израиля, однако уступил Шимону Пересу. Одиннадцатым же президентом Израиля стал Ицхак Герцог. Выборы прошли 2 июня 2021 года. Главу страны выбирали депутаты Кнессета на тайном голосовании. В 2003 году герцог был впервые избран в Кнессет от партии Авада. И с 2013 по 2017 год возглавлял эту партию. В 2018 году политик был назначен на пост председателя Сахнута и покинул Кнессет. Президент России Владимир Путин провел первый телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафталий Беннетом. Они обсудили борьбу с коронавирусом и договорились о личной встрече. Беседа состоялась по инициативе израильской стороны. Помимо COVID-19, президент России и израильский премьер обсудили общую задачу сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны. Владимир Путин также пожелал господину Беннету успехов на посту премьер-министра. И они договорились о поддержании дальнейших контактов. Нафталий Беннет поблагодарил господина Путина за ту роль, которую Россия играет в поддержании региональной стабильности, а также за помощь в вопросе возвращения пленных и пропавших без вести. Помимо этого, премьер-министр Израиля выразил признательность за историческую связь между народами двух стран. Премьер-министр Беннет и президент Путин договорились встретиться в ближайшее время, как отмечается в пресс-релизе израильской страны. Тайник с акулиями зубами возрастом 80 миллионов лет найден на раскопках в Иерусалиме. Исследователи говорят, что 29 зубов принадлежат животным, жившим в периоде, когда динозавры еще бродили по земле. Команда, которая датировала зубы, не знает, как они попали в Иерусалим, но говорит, что очевидно, они были доставлены туда людьми и, возможно, были частью коллекции. Археологи обнаружили не только рыбьи кости и образцы глиняной посуды в городе Давида, а также зубы акулы. С момента первых находок в прошлом году команда обнаружила окаменелые зубы акул в других местах в Израиле. Шерлок Холмс возвращается. О приключениях знаменитого сыщика выйдет аудиосериал. Сценарий напишет команда авторов под руководством британского писателя Энтони Горовица. Уже ведутся переговоры с издательствами и о выходе печатной версии книги. Подробности знает Наталья Кравченко. Да, а вот и он. С неизменной трубкой в руке он поворачивается ко мне. На лице улыбка. Игра началась. Все, что Энтони Горовица знает о науке сыска, ему рассказали Шерлок Холмс, доктор Ватсон, молодой детектив Стэнли Хопкинс и другие герои Артура Конан Дойла. Он познакомился с ними в возрасте 17 лет. Это было так давно, как будто в викторианской Англии. Я взял одну из книг с полки отца и подсел на нее. Я прочел разом четыре рассказа. Подростковый рубеж я перешагнул, уже будучи влюбленным в Холмса и в саму загадку убийства. Вероятно, это объясняет, почему я пишу детективы всю свою жизнь. Энтони Горовица родился в Лондоне в еврейской семье. Он начал писать, когда ему было 8 лет. Уже тогда он знал, что свяжет свою жизнь с миром литературы. Мать познакомила Энтони с главными мистическими символами поп-культуры Британии. С чудовищем Франкенштейна и Дракулой. А еще подарила ему на 13-й день рождения настоящий человеческий череп. Он напоминает мне о том, что нужно заканчивать все истории и продолжать дальше писать, продолжать работать. Потому что времени становится все меньше. Однажды я буду выглядеть вот так. Так что я напоминаю себе о скоротечности времени. Энтони Горовиц написал более 30 книг. Они переведены на 25 языков. Его самая популярная серия рассказывает о шпионе-подростке по имени Алекс Райдер, вынужденном расследовать загадочное убийство своего дяди, который и сам был шпионом. Серия разошлась тиражом около 20 миллионов экземпляров по всему миру. Все ребята, знакомые с романом «Удар орла» поймут отсылку. Он вдохновил меня на первую главу, где появляется гигантский паук. А это предтеча Скорпиона, злой организации, с которой сражается Алекс. Горовиц автор сценариев сериалов «Пуару» Агаты Кристи, «Чистангейское убийство» и «Война Фойла». Он расширил вселенные Джеймса Бонда и Шерлока Холмса, последнюю с позволения фонда наследия Артура Конан Дойла. Новые приключения сыщика с Бейкер-стрит появятся на платформе Storytel весной 2022 года.